Сегодня я проведу вам необычную экскурсию по вокзалам Москвы. Покажу все 9 вокзалов. Десятый новый показывать не буду. Он недавно открылся на окраине. Все остальные находятся в центре и имеют историю. Павелецкий вокзал нас встречает вот такой красивой площадью и классической музыкой. Внизу на привокзальной площади, несколько этажей, это торговый центр Павелецкая Плаза. Когда-то площадь называлась Ленинской, так как в 1924 году сюда, слышите, заиграла красота. В 1924 году сюда прибыл поезд с телом Владимира Ильича Ленина. Поэтому до развала Советского Союза площадь именовалась не иначе, как Ленинская. Я вот даже не знаю, забанит мне площадка это видео или нет, потому что классика во всю играет. Вот, а сам вокзал 1900 года постройки. Уезжают из него поезда в Поволжье, в Черноземье, на юг. Не самый, кстати, активный вокзал из всех. В 1897 году было получено разрешение от Николая II построить линию железнодорожную и, собственно говоря, к нему вокзал. Курский вокзал. Это, наверное, самый мой нелюбимый вокзал, потому что я его ассоциирую со своей молодостью. Когда я сюда ездил на учебу, у меня был университет. Не помню, как называлась улица, но это проходишь как раз через вокзал туда по подземному переходу. И там дальше идешь-идешь пешком на улицу радио. И с тех времен вот эти вот засаные переходы, я помню, очень много поменялось. Да, конечно, сейчас нет ничего там засаного. Там все чистенько, аккуратненько появились кафешки, благообразилось. То есть нет уже всех этих бомжей, которые здесь тусовались просто в безграничном количестве. Но, тем не менее, у меня вот какой-то такой осадочек. А вокзал старенький, вокзал построен был в конце 1800-х годов, а до этого уже здесь существовала какая-то железнодорожная станция и даже какой-то вокзал, насколько я знаю. Знаете, что меня удивляет? Вот я иду, оно везде, вокруг чистенько, вот люди из такси выходят приличные на поезд. Все вокруг нормально, бомжей как-то вот нету. Куда дели бомжей, я не могу понять. Бомжи исчезли. Вон какой красивый, извиняюсь, вон какой красивый атриум весь в современном искусстве. Строится новый дом, вот здесь строительство. Жизнь кипит, я тут очень давно не был. А вот это уже действительно шикардос. Ярославский вокзал. Изначально в 1800-600-х годах построенный. Был перестроен в начале 1900-х годов по указу Николая II, опять же. Сначала линия железнодорожная вела до Сергиев-Посада, потом ее продлили до Ярославля, потом до Архангельска. В общем, ведет этот вокзал на север. Вот он, нулевой километр Транссибирской магистрали, находящейся на Ярославском вокзале. Кстати, Транссибирская магистраль имеет длину 8300 километров. Вот именно отсюда как раз отходит самый долгоиграющий, скажем так, поезд в России из Москвы во Владивосток. Идет он неделю. Шедевр архитектуры. Ленинградский вокзал. Старейший вокзал Москвы. Построен в середине 800-х годов. Люди до сих пор спорят, какой вокзал красивее. Московский вокзал в Санкт-Петербурге, либо Ленинградский вокзал в Москве. Однако они абсолютно идентичны, абсолютно одинаковые снаружи и внутри. Как говорится, найдите 10 отличий от московского вокзала в Санкт-Петербурге. Вот табло. Видите, что города Мурманск, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск. То есть северо-запад. И вот такая вот внутренняя зона вокзала. Можно перекусить. Фрайдэйс, Эль Патио, Планета Суши. Что-то купить. Там вон зонт. Если вам вдруг задождило. Вот здесь продукты. Водичка в дорогу. Различные шаурмы и так далее. Все заменены уже на какие-то более-менее приличные заведения. Вот хлеб насущный, например. Ван Прайс Кофе. Сетевая тоже история. Шоколадница. Можно покушать сеть кофеен. Сувениры. Мегафон, если нужно купить какую-то симку, предположим. То есть вот так это выглядит. Ну, конечно же, вкусная точка наша, замена Макдональдсу. И вот туда уже выход на посадку к поездам. Люди ожидают свой поезд. И завершает этот ансамбль Казанский вокзал. Очень интересное здание. Простите, я не буду переходить на ту сторону. Тем более, здесь его значительно лучше видно. 910 год. Основание. Николай II решил, что нужно сделать восточные ворота России. Которые будут соединять Европу и Азию. Собственно, реализовал все эти дела. Как видите, башня у него вот эта вот известная. Она сочетает в себе элементы Казанского Кремля и элементы Московского Кремля. Сверху флюгером служит, не помню как называется, на гербе Казани или Татарстана. Находится вот такое же существо мифическое. Здесь она служит флюгером. Это вот золотая штучка. Сейчас попробую приблизить. Вот там, да. Посмотрите, какая красивая башня. Обычно на башне расположены часы. Но здесь часы расположены отдельно. И это, кстати, русский стиль. Также, что еще тут сказать, да, можно. На Казанский вокзал, кстати, москвичи в советское время приезжали. Вот носильщик едет. Москвичи приезжали за дынями и арбузами, которые нелегально привозили из Душанбе и Ташкента сюда. Рядышком можно видеть универмаг московский, который в начале 80-х годов, 1983, по-моему, год постройки, который в начале 80-х годов был построен для того, чтобы в нем могли отдохнуть, купить обувь, хрусталь, ковры, приезжающие сюда люди, именно транзитчики. Потому что 90% всех железнодорожных сообщений, да, пересадок были через Москву, через вот эту вот площадь как раз трех вокзалов. Ярославский, Ленинградский и Казанский. Люди выстраивались в очереди, делали покупки в этом универмаге московский. И уезжали себе дальше там куда-то. То есть у них здесь была возможность провести какое-то время. И еще в советское время очень интересная такая штука была, когда приезжали еще ничего не знающие люди на Ленинградский или Ярославский вокзал, которые никогда в Москве не были. И таксисты их перевозили за там 3-5 рублей переулками на вот этот самый Казанский вокзал. С тех времен, конечно, многое изменилось. Сейчас уже все значительно проще, доступность информации больше. И все значительно приличнее, культурнее. Конечно, это даже не позволит сделать. Но когда-то такой факт существовал. Какой мир открытий в уле, нам неинтересно. А вот эта птица, я не пойму, кто такая. Здесь как близко к себе подпускают. И такие вот нахохлившиеся везде сидят. Нахохлили сидят. Кто такие, кто знает, сообщитель. Что, товарищи, Латвия у нас вражеская. И Рижский вокзал закрыт. Предлагают пользоваться диаметром. Два станции Рижская. Шутка. Вокзал закрыт до 1 сентября 2023 года. Скоро откроется. Рижский вокзал. Русский стиль. Вообще, откуда и почему? Вот я уже, который вокзал иду и говорю. Да, вот эти вот даты открытия. Здесь 1901 год. Почему вообще, с чего вдруг, сейчас видите, идет реконструкция. С чего вдруг начали строить все вокзалы в те именно годы. А начали строить их по одной простой причине. Потому что в конце 1800-х, в начале 1900-х годов пошло активное развитие промышленности в России. И все хотели мирового, так скажем, европейского, возможно, даже господства. Ну, больше, скорее, мирового, всероссийского. И все вокзалы, они осуществляли, конечно же, торговую функцию. То есть для того, чтобы нашим промышленникам, не знаю, как это сказать, тем людям, которые что-то создавали, было, куда это продавать, нужно было построить железную дорогу. И вот в 1897 году Николай II подписал указ о том, что нужно построить железную дорогу до Балтийского моря под Ригой. И вот как раз, естественно, тут начал строиться вот этот вокзал. Начали строиться пути, и идея была реализована. То есть было куда продавать, незамерзающий порт. Естественно, все всем стало, все всем было интересно. То есть это действительно хорошие торговые пути, да? То есть что-то куда-то продавать. И так строились и другие вокзалы, да? То есть Николай II, в этом был передовик. Вот. Собственно, что еще здесь сказать? Как сказал русский стиль, вот там вот сверху часы. Эти часы отбивали в 2000-е годы мелодию из песни Раймонда Паулса «Вернисаж». Известный всем. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Этот вокзал снимали в фильме «17 мгновений весны», например. Причем во многих фильмах снимали. Вот «17 мгновений весны» это был вокзал города Берн, например. То есть интересная история, очень красивый вокзал. Ждем его скорейшей реконструкции. Сейчас это выглядит вот так. Осталось совсем немного. Скоро откроют и поедут поезда. Там и тихий, и самый уютный вокзал города. Савеловский вокзал. Сказать о нем особо нечего. Тоже начало 1900-х годов. По той же, наверное, причине он строился, но как-то, видимо, не снискал популярности. Савва Мамонтов тогда инициировал его строительство. Такой меценат был. Ну и, собственно, сейчас он является только пригородным. Поезда дальнего следования на нем не функционируют. И еще один вокзал – белорусский. Вокзал, пронизанный патриотизмом. Вокзал, на который в 45-м году возвращались с фронта наши солдаты. Вокзал был построен в 1870 году. Естественно, перестроен позже. Менял название на Брестский. Ну и все равно вернулось это все к названию белорусский. Немножечко там реставрируется кусок. Кстати, дальше можно видеть здание аэрофлота российской авиалинии. Ну вот, такое красивое здание. Ну и в конце, конечно, буду вас радовать не торговым центром европейский, а киевским вокзалом. Невероятной красоты здание. Самое красивое, я считаю, в Москве. Естественно, его никто не переименовал. Кстати, рядышком, вот сейчас пока вижу, станция зарядки электробусов. Это сейчас такой тренд в Москве. Обычных автобусов практически не осталось. Везде электробусы. Фасад очень красивый. Здание планировали построить к 1912 году. Точнее, в 1912 году его решили строить. К столетию Великой Отечественной войны 1812 года. И, собственно говоря, он на эту тематику-то и сделан. То есть это все такое. Построили его только в 1918-м, после уже революции, потому что годы были самутные и было очень, так скажем, непросто. Фасад красивый. Вот если приблизить, то мы видим такие статуи, да. Там еще такие статуи. Триумфальные арки. Одна, вторая, они говорят о том, что победа, да, наполеоновские все эти истории. Чтобы каждый мог прикоснуться к истории, да, проходящей на вокзал. Что еще сказать? В те времена, когда строился вокзал, по красоте он конкурировал с Гранд Централ в Нью-Йорке, например. Да, это тех же годов постройка. Ну, что еще забыл сказать про Киевский вокзал? Помимо того, что это стиль неоклассицизма, часы кремлевского уровня, швейцарские, механические часы, которые заводятся гирей там какой-то на три дня. Я прочитал сейчас историю. Подобные часы на Спасской башне Кремля и где-то там еще-то все три подобных механизма есть. Посмотрите, какое великолепие. Просто что-то с чем-то. Очень красивый вокзал. На полу, кстати, плитка, которая до сих пор лежит. Это Велероин Бош. Известная фирма. Очень дорогая. Положена она была когда-то. Еще при строительстве, наверное. Ну, сноса ей, как видите, нет. Вот. Невероятная красота. Редактор субтитров А.Семкин